добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня я хочу посвятить свой ролик такому очень важному моменту как сборка 24 вольтовых батарей многие наверное немногие абсолютно все этому вопросу не уделяют должного внимания и поэтому батареи долго не служит ведь как у нас происходит покупка и установка батарей на автомобиль ну в лучшем случае лишь бы они подходили по цвету бывает и так что лишь бы подходили по размерам на самом деле это все должно быть не так вот на сегодняшнем примере рассмотрим такую ситуацию значит как наступает сезон как правило с прилавках с прилавков исчезают батареи и вот владелец вот этих батарей он вот эту батарею купил в одном магазине а вот эту приобрел совсем другой точки города и батареи вроде как с виду одинаковые даже по цвету красненько красненький черненький черненький но разное название здесь ураган и здесь рейсер по крайней мере единственное что их объединяет это заявленный пусковой ток заявленный пусковой ток и одинаковая емкость это 132 батарея это 132 и это 132 то есть емкость вроде одинаковая и очень сильно повезло то что дата выпуска практически день в день вот здесь 172 день здесь у нас 173 день 173 день но батарея приобрелись в один день вернее вот эта батарея приобрелась вчера а вот эта батарея эту батарея нет наоборот вот эту приобрели вчера эту батарею сегодня и вот эту батарею провозили в багажнике целый день отключу чайник поэтому на этой батарее было минус 3 или минус 4 сегодня с утра эту батарею привезли с магазина и на ней 15 градусов тепла чтобы начать работать с ними мне нужно чтобы батареи я начинаю работать с батареями только после отогрева значит эту батарею с помощью вот такой пушечки я отогрел и у нас сейчас 22 градуса на этой батарее как было 15 градусов так и есть но первый цикл который я буду делать первоначальный здесь температура особой роли у нас играть не будет а за то время пока они принимают этот первый цикл значит я думаю что температура их выровняется у них будет одинаковая температура очень важные показатели которые нам нужно выровнять это напряжение и внутреннее сопротивление и основные параметры это конечно и пусковой ток все прочее чтобы собрать эту батарею 24 вольтовую нужно с ней немножко поработать не так что с прилавка вытащили и тут же поставили на автомобиль значит ну все батареи перед тем как приступить к обслуживанию заряду я их естественно в зимнее время отогреваю отогревая до плюсовой температуры и не начинаю работать при температуре при температуре ниже плюс 15 градусов желательно плюс 15 но иногда иногда скрипя сердце я ставлю при плюс 10 градусов когда клиенту нужно срочно батарею забрать кроме вот этой пушки которая отогревая батареи вот у меня такая эстакада возле печки на которой которая тоже способствует отогрева от из 6 батарей которые стоят 3 привезли абсолютно замороженных вот работает вентилятор чтобы не шел сильный прямой поток горячий от печки вот плиты вернее и чтобы батарея равномерно отогревались так но сейчас я поставлю их зарядный бокс заодно расскажу немножко о зарядном устройстве с помощью которого я буду делать первичный заряд абсорбацию наполнение по любому можете назвать и давайте плавно переместимся к зарядному боксу и продолжим наш ролик прошу прощения немножко поторопился поспешил конец рабочего дня очень сильно домой охота поэтому вначале давайте сделаем замеры чтобы это было чтобы это выглядело более наглядно возможно на этих батареях будет по несколько бейджиков будем контролировать весь процесс ввода в эксплуатацию этих батарей значит ну вот это эту батарею привезли при при плюс 15 градусах давайте посмотрим что она поменяла какие параметры или нет за время простое отогревал эту батарея буквально где-то часов пять наверно с помощью этой пушки но вроде неплохо отогрелась так 820 ампер заявлено так что мы видим ну вот погрешность небольшая есть у прибора поэтому сильно не будем в его сторону плеваться так 78 процентов сок 93 процента заряда батарейка немножко она еще отогрелась хотя было вроде 15 градусов при приезде вот после того как она отстоялась и параметры немножко улучшились было 86 процентов сейчас 93 и и 725 ампер выдает было 718 сопротивление 381 было 384 но в принципе переписывать сейчас это не буду на этой батареи а на этой батареи мы перепишем потому что эта батарея была с минусовой температурой и ее пришлось отогревать значит что касаемо плотности давайте сразу замерим плотность сначала в этой батарее в банках плотность по банкам одинаковая поэтому будем мерить только на одной я мерю всегда с плюсовой уже затянул давайте посмотрим плотность в этой батареи и плотность у нас 126 половиной так вот так вот я надеюсь видно 126 половиной так теперь в этой с этой батарейки попробуем разобраться так не салона обычная 820 ну как видим батарея отогревать если были показатели в 65 то сейчас у нас 81 по слуху 98 как бы она полностью заряжена вот эта батарея ее брали в одном магазине я не буду упоминать вслух этот магазин и там в этом магазине они немножко так балуются зарядом то есть эту батарею ее недавно заряжали для того для чего я не знаю ну видимо хотели продать скорее всего эта батарея даже она продавалась потому что подписано к н скорее всего это батарея должна была предназначена должна была быть предназначена кустанайских минералов цена у нее заявленная 45 500 так пусковой 739 вот только батарея отогрелась и совершенно другие характеристики появились на ней она единственное что напряжение 1271 у нас было 1270 напишем 1271 и сопротивление также упало при прогреве 374 374 плотность была 126 и сейчас у нас плотность ну замерим на минусовой баночки 127 127 хотя по идее плотность должна была быть вот здесь тоже 127 хотя по идее плотность должна была при минусе быть выше так какую я банку замерял возможно какой-то разбег по банкам есть да вот здесь 126 здесь 126 ну суть дело в том что первоначально меня плотность как бы на новых батареях мало интересует потому как я работаю на результат и будем смотреть по результатам моей работы ну а теперь будем плавно теперь уже плавно перемещаться в сторону зарядного бокса вот переместили батарейки зарядный бокс установили как видим они уже на своих местах и заряжать будем вот такими зарядными устройствами типа foxair здесь название немножко другое но судила не меняет китайцы они делают все подаду гребенку чем меня мне нравится вот это зарядную эти зарядные устройства эти зарядные устройства я использую в основном для предварительного и основного заряда то есть для абсорбации то есть полное наполнение я делаю на этих зарядных устройствах она работает осечка у него на 14 и 7 с копейками практически до 14 8 это устройство догоняет и максимальный ток который она выдает 8 ампер то есть в районе 8 ампер само то и автоматика здесь работает безукоризненно то есть можно смело оставлять на ночь что я и делаю батареи и эти батареи они небо без боязни перезарядить их то есть вот включаем так включаем зарядники все заряд пошел и на шкале видно процент заряда напряжение и какой зарядный ток выдает вот 7 и 9 ампер пожалуйста также температуру при понижении температуры по моему минус ой минус прошу прощения 10 градусов и ниже зарядный ток здесь автоматически зарядное напряжение автоматически добавляется буквально до 15 с копейками вольт так ну что еще не это зарядное устройство нравится еще и тем что можно делать предварительный предзаряд абсолютно просаженной батареи то есть просаженная в ноль когда очень важен момент первичного заряда то есть чтобы не было перезаряда я перевожу в режим мотоцикла на режим мотоцикла и заряд ограничен полтора амперами добиваю напряжение до 13 вольт и переводим опять на автомобиль заряд пошел на полную мощность значит неплохо это зарядное устройство справляется с а gm батареями но здесь написано gm гель но по зарядному напряжению этим зарядники больше предназначены батарей батареям по типу а gm также неплохая функция это ремонт батареи вот она последняя кстати я честно говоря даже не знал какие пользоваться но спасибо подписчику он мне написал как этой функции можно пользоваться и в принципе функция неплохо работает единственное что я вначале проверил как она работает импульсами подается напряжение 14 7 вольта и продается подается довольно таки ну продолжительное время как я иногда им пользуюсь то есть батарея абсолютно не хочет брать заряд сильно засульфатирована включаю вернее в начале делаю заряд полностью на этом устройстве и затем перехожу в режим ремонта начинает просто моргать и появляется надпись не помню какая надпись рэп по моему и пока это надпись моргает идет значит ремонт иду ведутся ремонтные работы с батареи по завершению этих работ надпись это переходит в другую надпись full то есть завершено все полностью и батарея опять переходит в буферный режим после этого делаю небольшой отстой несколько часов в буферном режиме опять перехожу в режим заряда и батарея начинает еще принимать заряд и так продолжаю несколько раз делаю несколько раз и в принципе получается неплохой результат поэтому но для полного заряда это устройство конечно не пригодно полный заряд и эти устройства они не вытащат хотя по отношению к новым батареям с привавка вот я советую это устройство приобретать именно магазинам которые торгуют аккумуляторами вот новые батареи они вытаскивают на ура то есть поднимается необходимо полностью плотность принимается полный заряд то есть у нас сейчас идет заряд по постоянному напряжению здесь максимальным током который она может и до поднятия напряжения до 14 7 вольт и потом ток потихонечку начнет падать но я думаю до утра эти батареи полностью подшатаются если не подшатаются значит будем ждать окончания этого заряда как только будет окончание заряда я расскажу о том как я работаю с батареями продолжаю работу работать дальше чтобы для того чтобы собрать именно аккумуляторную батарею на 24 вольта что друзья заряд наших подопытных кроликов закончен первый закончил принимать заряд тот аккумулятор на котором было больше инерции то есть вот это вот 12 71 было и утром я приехал зарядная уже перестала с ним работать батарея была на буфере дождался пока закончится работа с этой батареи и зарядная перейдет в буфер час батарея простояла в буфере и теперь давайте сделаем замеры прям сразу же он снимаем пленки сделаем замеры и эти замеры мы запротоколируем на бейджике так обычная кабель 820 так сразу после заряда батарея показывает 97 процентов сок батарея полностью заряжены 810 ампер пусковой топ и 341 миллион это внутреннее сопротивление батареи так давайте запишем и подпишем бейджик что это рейсер у нас рейсер или рейсер такое громкое название так процент сок 97 98 пусковой 810 напряжение 1375 1375 сопротивление 341 и плотность у нас по всем баночкам так где я то я делаю ареометр где мой ареометр даже я его положил так поставим на паузу будем искать ареометр ну вот нашел ареометр постоянно не убегает и плотность у нас так что как лучше чтобы было видно так плотность 129 я по всем банкам пробежался поэтому не буду отнимать ваше время так запишем плотность 129 сразу давайте в этой баночке замерим так в этой баночке мы видим также 129 также плотность 128 5129 напишем 129 129 так давайте будем мерить эту батарейку убираем крокодильчики подключаем тестер и делаем замер обычный АКБ 820 вот эта батарея показала результат чуть похуже так 93 сох 98 заряд пусковой топ 794 794 напряжение 1362 1360 и сопротивление 1347 1347 так 794 здесь 810 пусковой ток так и это у нас ураган батарея ураган 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 так теперь следующее мероприятие нам нужно выровнять потенциалы так как батарея будет работать так как эта батарея у нас будет 24 вольтовая нам нужно выровнять потенциалы этих батарей как мы это будем делать значит соединяем плюс с плюсом вот таким образом накидываем клеммки и батарея в этом режиме будет отстаиваться у нас вот так вот плюс с плюсом плюс с плюсом и минус с соответственно с минусом то есть мы собираем 12 вольтовую батарею из двух батареи параллельно подсоединяем клемму параллельно вот так вот и теперь давайте сделаем замер так сейчас я возьму бейджик еще один отдельный сделаем отдельный бейджик так если мыслить логически то пусковой ток у нас сейчас при емкости батареи двести шестьдесят четыре ампера должен увеличиться двукратно но мы для замера поставим полторы тысячи ампер пускового тока и посмотрим что у нас покажет тестер а ее пермитята зачем так ну вот можем бейджик подключаем крокодилы к любой из батареи потому что они подключены у нас параллельно поэтому можно вот таким образом подключиться и давайте сделаем замер вниз и ровно обычная иен ставим полторы тысячи вот что у нас получилось так пятьдесят четыре сох 54 сох батарея заряжена и пусковой 1109 пусковой 1109 напряжение нашей батареи 1356 1356 и сопротивление 249 249 ну все ребята ставим батареи в отстой в таком режиме они будут отстаиваться часа четыре у меня и продолжим работу с этими с этой батарейки ну вот батарея стоялась четыре часа в качестве вольтметра использовал вот это зарядное устройство и НРЦ упало судя по зарядному устройству до 13 вольт но сейчас мы сделаем замер так замер будем делать в паре посмотрим на динамику что нам давать стоит и продолжим работу с этой батарейкой так подключим тестер тестер тостер и пусковой также выставим полторы тысячи я конечно погорячился немножко даже в паре они не смогут но для чистоты эксперимента будем ставить тот же самый показатель так и вот после отстоя у нас показатели уменьшились значит было 54 сейчас 51 сох процент заряда также 98 пусковой 1072 1072 напряжение батареи 1310 напоминаю что сейчас идет балансировка батареи по своим основным параметрам и показателям так и сопротивление также увеличилось 257 снимаем наш тестер тостер и сейчас будем производить дозаряд выпрямить выпрямительный уравнивающий дозаряд значит значит заряжать будем на 57 вымпеле вот на этом вот на этом сначала отрепетируем напряжение до конца до предела и заряжать будем пятью процентами пять процентов от двести шестьдесят четыре ампера будет тринадцать и два ампера ставим тринадцати два ампера выставляем выставляем зарядную тут тринадцати два вот тринадцатая не пойдет так отключаем отключаем клемпки плюс желательно на плюс а минус желательно на минус вот обычное искрение так на вымпеле тринадцати один и включаем до заряд оба на вот так вот тринадцати семь пошло сразу тринадцати семь пошел ток ну что ж будем заряжать до тех пор пока вымпел нам не подскажет что заряд окончен что у нас ЭДС выровнялась вот у меня еще одни батарейки также стоят на отстое вот наверное через стекло плохо видно так же вот стоят на отстое и выравнивают балансируются выравнивают свои показатели ну они сейчас стоят уже после до заряда по этим батарейкам до заряд еще предстоит ну что ж пока отключаю запись подключимся чуть позже ну что ж друзья батареи простояли после уравнивающего заряда почти 18 часов 17 половиной и давайте будем делать примеры такая балансировка она конечно полностью не выровняет батареи но подровняет их по максимуму по основным показателям то есть отбалансирует ну что ж давайте вначале сделаем общий замер подключим тестер и снимем показатели так плюс на плюс а также выставляем полторы тысячи как мы это делали и изначально вот такие показатели у нас она появились 66 процентов так последний замер после отстоя после основного заряда был у нас 51 процент сок сейчас 66 66 суда запишем 98 бейджик много не буду доставать и пусковой 1222 так вот снизу напишем 1222 так мрс 1303 1303 и сопротивление 226 последнее сопротивление у нас было 2 так 44 257 то есть сопротивление после уравнивающего заряда у нас конкретно упал и теперь будем снимать показатели с отдельной с каждой отдельной батарейки убираем перемычки снимаем перемычки и начнем с рейсера так 820 ампер так показатели на этой батареи у нас почему-то просели давайте еще сделаем один замер возможно клемп не плотно наследил давайте посмотрим нет показатели при по-прежнему так те же которые выдали изначально 91 батарея полностью заряжена 98 и пусковой ток 785 785 нс 13 00 13 00 14 14 15 вот этот первичный замер мы делали сразу после основного заряда Теперь батарейка дважды отстоялась и получила плюсом уравнивающий заряд. Так, теперь давайте посмотрим, что нам выдаст у Ваган. Опять вне салона обычная 820. 92%. СОХ 98%. Процент заряда и 788 ампер пусковой ток. И напряжение 13,02. Сопротивление 3,50. 3,50. Так. Ну и смотрим теперь на показатели. Показатели примерно одинаковые. 91,92. Пусковой 788, 785. И сопротивление 3,50. 3,51. Вот именно так и должны выглядеть подобранные батареи. Хоть эти батареи не выдают полные свои параметры, они из прилавка не выдают. Эти батареи, будем так говорить, это бюджетный сегмент. И сделаны эти батареи историчного свинца, поэтому надеяться на что-то здесь не стоит. И плотность у нас 1,30. Пожалуйста. Плотность 1,30. В рейсере. 1,30. В урагане. Плотность в обоих аккумуляторах одинаковая. Батарейки сбалансированы. В принципе сейчас можно сделать еще один заряд на 24 вольта, чтобы полностью уравнять эти батареи. Наверное сейчас я это сделаю. Ну вот, последним этапом нашей работы будет заряд 24 вольтами. Или вольтами, как правильно, напишите в комментариях. Заряжать буду вот этим устройством. Так, ключное устройство пришло поврежденное. Ну, правда, продавец вернул 15 долларов мне. Молодчага, не жадный. Так, ну что ж, включаем. Так, ток убираем до минималки. И включаем на заряд. Добавляем на максималку. И вначале дает 7,5. 7,4. Пошло напряжение вниз. Ну что ж, давайте дождемся окончания заряда. И будем закругляться с этим роликом. Ну вот, с момента начала заряда прошли почти сутки. 23,5 часа. Я приехал на работу 2 часа тому назад. И показатели были следующие. 29,7 зарядное напряжение и 0,5 ампер зарядный ток. Буквально через полчаса после моего приезда зарядный ток устаканился на 0,4 ампера. И зарядное напряжение начало падать 29,6. И после буквально часа полтора зарядный ток начал потихоньку прыгать до 0,5 ампер. То есть у нас выровняло СДС и начало ломаться в другую сторону. То есть пошел вторичный электролиз, который нам абсолютно не нужен. Батарея полностью заряжена. Вот самое главное не пропустить вот этот момент. Когда у нас начинает вылазить ненужный нам электролиз, который разбивает электролит. Все, на этом моменте мы останавливаем заряд. И опять же ставим. Так, выключаем зарядное устройство. И ставим батарею на балансировку. То есть снимаем пленки, убираем перемычку и ставим перемычки для балансировки. Также на 12 вольт. И балансироваться эта батарея будет до 6 часов. Еще 6 часов. До 17, наверное, часов. После полной балансировки снимаем клеммы и делаем замеры. Уходим на отстой. Итак, друзья, вот наконец-то мы и подошли к финальной части нашего сюжета. О балансировке батареи. Так, где мои бейчики? Секундочку. Дело подошло к концу. К логическому завершению. Батарея отстоялась 6,5 часов. Если кто внимательный. Время, наверное, замечал, засекал. Ну, давайте будем делать замеры. Так, вначале общий замер. И потом замеры по отдельности каждой батареи. Так, цепляемся. Вот так. Так, рычка, рычка, рычка. Также выставляем, как изначально, полторы тысячи ампер. Самонапускового тока. Обычная ГВ. Полторы тысячи. Так, и что мы видим? Мы видим 81% по суху. Многие бесятся, когда я говорю 81% емкости на ванной. Чтобы вы не бесились, будем говорить по суху. Так, вот. Возьмем для этого случай отдельный бейджик. И будем записывать показания. Вот, значит, замеры. Наши замеры. Значит, 54% было перед зарядом батарей. 66% после заряда. 51% после отстоя. Так, и последний замер после отстоя был 1222 ампера. Так, что мы видим сейчас? Значит, 51%. Сейчас у нас, сейчас мы имеем 81%. По суху, батарея, естественно, полностью заряжена. И 1356 ампер. Выдает батарея 264 ампер час. Так, НРЦ до сих пор на батарее 1320. 1320. И сопротивление 203. Так, отложим в стороночку. Возьмем еще один бейджик. И в левой колоночке будем записывать показатели рейсера. А в правой урагана снимаем перемычки. Это все будет происходить на ваших глазах. Замеры я делаю так же вместе с вами, чтобы это было предельно часто. Но для меня этот результат, он прогнозируемый. Потому что я это делаю довольно-таки часто. Ну, а для хайперов, для хейперов это будет, наверное, какое-то открытие. Ну, давайте. Вне салона обычная 820 ампер. 100% у нас ураган. Давайте запишем с правой колоночки ураган. Блин, жалко, нет третьей руки. В правой колоночке у нас ураган 198, пусковой 821, 821. Напряжение батареи 13,17. Батарея еще отстоится сама по себе. Ну, возможно, нет, сегодня не получится, потому что клиент приедет за ней к 6 часам. и сопротивление 3,36. 3,36. С плотностью у нас все понятно. Ну, давайте теперь рейсер будем мерить. Замеряем рейсер. Рейсер у нас будет в левой колоночке. Вне салона обычный КГ ЕН-820 99% Блин, опять клиенты подъехали на елку, палку, мне дадут чему достать. Опять ставлю на паузу. Так, ну вот, снял показатели, переписал их на листок бумаги, на листок бумаги до пейджек. 99, 98, 818. И сопротивление 3,37. Напряжение 13,12. Опять ставлю на паузу. Клиент, геряш. Ну, друзья, приехали клиенты. Слава Богу, успел показать или снять, не знаю, напишите в комментариях, наверное, буду снимать отдельный ролик. Привезли вот такие батареи АГМ. Ну, якобы, говорят, батареи абсолютно мёртвые. Это солнечные батареи. Батарейки АГМ. Немножко они, походу, немножко разные. Ну, будем разбираться. Я ещё не делал диагностику, не это, не проверял. Также, вот ещё привезли эта работа на ближайшие дни. и поэтому пришлось отвлечься немножко от наших, от нашего потопитого кролика. где у меня тестер, 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 тостер. Вот. Так, лишний раз перемерять не буду, скажу вкратце заключительную речь, наверное, толкну вам, но вы сами, наверное, прекрасно убедились, какие показатели получились у нас после нашей работы. После нашей работы батареи стоят максимально близко друг к другу. Я не могу сказать, что они как сёстры-близняшки, но показатели, вот смотрите, это Рейсер 99 и пусковой ток 818. Ураган выкатил все 100%. И пусковой ток 821. Показатель сопротивления 3.37 и 3.36 в нашем случае. Так, и по где-то, 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 где-то. А, вот. И показатель, общий показатель 81 после первичного отстоя был 51. Улучшения явные, улучшения налицо. Так что, те, кто хочет, чтобы батареи работали и служили вам долго и счастливо, необходимо перед тем, как их впихнуть в автомобиль, необходимо с ними немножко поработать. Наглядный пример вам вот эти батареи. Я, правда, обслуживал их на втором году уже жизни. Вот, стоят Тюмень. Также, обратите внимание, сейчас они стоят на балансировочке. Эти батареи 16-го года параметры выкатывают до 100%. Вот сейчас клиент заберет, батареи 5 лет, батареи выкатывают 100-процентные параметры. Я надеюсь, что если хейтеры будут писать, я, возможно, немножко фантазирую, владелец этих батарей является моим подписчиком и я думаю, что в комментариях он напишет, правда это или нет. Так, то завтра предстоит работка, хотя, наверное, не завтра, интересно залезть сегодня в эти АGM батареи и напишите в комментариях, потому что это первая партия, будет несколько партий, есть интерес вам понаблюдать за работой именно с такими АGM батареями, как я их обслуживаю, как я их поднимаю с колен, как я с ними работаю. Пишите, подписывайтесь, если кому-то интересно. Мои продолжения будет тысяча подписчиков, начну трансляцию в онвайне режиме, чтобы по каждой, дело в том, что вот каждая батарейка это отдельная судьба, и с каждой батареей нужно работать, находить каждый батарея отдельный подход, как бы там ни говорили наши блогеры, которые поясняют на листках бумаги с ручкой в руках, надо два часа, не больше, надо что там еще, а, напряжение 16 вольт, не больше, 16,2, не меньше, ну, вот эти, вот это не проходит, ребята, вот это вот, и, когда говорят, основываясь на личном опыте, ну, ребята, ну, покажите опыт, ни слова буди, ну, что ж, ну, теперь на этом буду ролик закруглять, и так он у нас получился слишком длинный, всем утра, утра, всем здоровья, удачи, всего самого наилучшего, к вечеру, честное слово, язык заплетается, потому что много людей, с кем пришлось сегодня переговорить, поговорить, объяснить, и к вечеру мысли немножко путаются, язык заплетается, но ноги пока еще передвигаются, я думаю, до дома как-нибудь догребем, все, всем пока, пишите комментарии, ну, блин, отвлекусь, только, пожалуйста, комментаторы, не забудьте написать, что я там буксую, что невнятно может говорю, путаюсь, ну, ребята, как увижу такой комментатор, отправляю вас далеко-далеко, хотел сказать нахуй, но так не скажу, отправляю вас далеко-далеко, про отцам, про матерям, больше вы на мой канал, стопудово не зайдете, а тем, кому интересен, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, и можете даже звонить на ватсап, как многие это делают, ничего, нахожу время, отвечаю всем, а вот теперь всем пока.